Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого и смотрите сегодня в программе. Рекорд кубанских аграриев оценили все страны. В Сочи открылся всемирный зерновой форум. Руководитель сочинского предприятия первый получил сертификат доверия. Его вручают, если соблюдаются все требования трудового законодательства. Жителям улицы Джапаридзе больше не понадобится уголь и дрова. Там завершился монтаж газопровода. Зеленый след сочинские спортсмены оставили в Олимпийском парке. На улице Воскресенской они высадили аллею. На посту и в праздник участковые уполномоченные принимают поздравления. Их с 93-й годовщины образования службы накануне поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Дождь ли снег? Владимир Криковцов всегда на боевом посту. Каждый рабочий день старшего лейтенанта полиции начинается с обхода по участку. А у него он большой. От улицы Красной до Тургенева и от Северной до Красных партизан. По сути, весь центр краевой столицы. На контроле в первую очередь дворы, где чаще всего собираются у нарушителей порядком. Да и по квартирный обход ежедневная обязанность участкового. Как обстановка? Сегодня все было спокойно. Все было спокойно. Никто не беспокоил. Все было хорошо. Жалобы от граждан, ваших жильцов. Владимира Криковцова здесь знают все жители. Они и первые помощники полицейских. На этом участке он работает уже пять лет. Домком Елена Костина рассказывает, с первого дня своей службы участковый познакомился со всеми жильцами. Оставил свои координаты и теперь 24 часа в сутки они на связи. Мы своего участкового знаем не понаслышке. Мы его знаем в лицо. Он всегда с нами на связи. Он регулярно делает обходы. Заходит в сложные, так сказать, квартиры. И если нам необходимо, звонок и Вова в любое время прибегает нам на помощь. В Краснодарском крае работают около двух тысяч участковых. Благодаря им полиция в этом году задержала треть всех преступников в крае. Такие показатели в первую очередь говорят о качестве работы, отмечает Вениамин Кондратьев. Губернатор приехал поздравить с профессиональным праздником сотрудников службы в институт МВД. А попал на реальные занятия к полицейским. На конкретных примерах главе региона показали, как отачивается мастерство, будь то ограбление квартиры, нападение с применением огнестрельного оружия или наезд на пешехода. И в каждой ситуации страж порядка должен сохранить спокойствие и уметь принять правильное решение. Важно понимать, имел ли возможность водителя избежать столкновения или не имел. Вот здесь очень четко зависит, как все-таки эксперт квалифицирует. От вас зависит жизнь обычного человека, который, поверьте, однозначно не преступен. Он попал в такую жизненную ситуацию. И ваше заключение будет ему приговором. Очень важно, чтобы здесь ребята, которые сейчас на практике в жизни, понимали собственную ответственность за судьбу людей. Работы у участковых много. Это отмечают и сами сотрудники службы. Список обязанностей – один из самых объемных среди полицейских. Как отметил глава региона, в помощь участковым в крае уже создано более 300 народных дружин, а также 47 казачьих. И этот ресурс нужно использовать максимально эффективно. Ведь от этого зависит благополучие и безопасность жителей Кубани. Я регулярно езжу по муниципалитетам. Я понимаю, когда люди говорят, насколько важна ваша работа. Вы гарант безопасности для них. Вас знают в лицо жители. И вам они доверяют. Надо вот это доверие, как бы мы ни говорили, на самом деле подтверждать и все время оправдывать. Работу по выявлению тех, кто намерен нарушать закон, и неважно, кто он, мигрант или приехал отдыхать, или приехал на постоянное место жительства, нам необходимо усиливать. Чтобы меня правильно понимали, Кубань – открытый регион. И мы рады всем гостям. И легальным трудовым мигрантам тоже рады. Но мы просим лишь одно – давайте жить по закону. Давайте жить по нашим традициям, устоям. Поэтому здесь я вас просто прошу, давайте это поддержим. Это нормальное требование жителей нашего края, региона. К своему профессиональному празднику служба участковых уполномоченных подошла с хорошими результатами. Благодаря профилактической работе впервые за два года удалось снизить уровень преступности, подчеркнул начальник главка Владимир Веневский. Раскрыто 70 тысяч административных дел, 9 тысяч преступлений. Найдено около 200 человек, находившихся в розыске. Что самое главное в крае – это стабильность, это безопасность, это сегодня внимание, четкое отношение к людям. Мы с вами выбрали очень нелегкий путь. Мы должны стоять на страже правопорядка, на страже закона и помогать, еще раз говорю, помогать людям. Помогают людям участковые уполномоченные, круглосуточно, без праздников и выходных. Особое внимание, конечно, неблагополучным семьям и трудным подросткам. Регулярные совместные патрулили с казаками по детскому закону тоже приносят свои плоды. По мнению главы региона, эту работу необходимо продолжать в каждом населенном пункте края. Ежедневная, монотонная, где-то просто выбивающая из равновесия работа с людьми, и еще раз подчеркиваю, из группы риска. Вот эту группу риска вы все знаете, в каждом своем районе. Особенно, знаете, молодежь. Вы сами знаете, где трудный подросток. И что необходимо сделать, чтобы помочь. Ведь очень важно, чтобы этот подросток не ступил на криминальный путь, потому что если он туда ступит, то обратно уже в нормальную жизнь, как правило, возврата-то нет. Конечно, нужно себя заставить, в первую очередь, не быть равнодушными. Не быть безразличными к чужой боли, к чужой ситуации, к чужой проблеме. Тех, кто в этом году отличился премьерной службой и оперативностью, наградили почетными грамотами и благодарственными письмами, в их числе и участковый уполномоченный Владимир Кириковцов. Елена Касабова, Мария Крошина, Денис Перед, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Сегодня в Сочи открылся Всемирный зерновой форум. Семь лет назад он впервые прошел в Санкт-Петербурге. И вот теперь многочисленные российские и иностранные государства встречал Краснодарский край, который часто называют «житницей России». На открытии форума в медиа-центре побывала Елена Овсецина. В этом году урожай зерна в нашей стране рекордный – более 117 миллионов тонн зерновых. За последние 40 лет впервые такая цифра. Не случайно заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, открывавший Всемирный зерновой форум, сравнил зерно с нефтью. И пообещал возвращение нашей страны на мировой рынок поставки пшеницы и других культур. Россия почти удвоила производство зерна. Россия вышла на первое место в мире по объему экспорта зерновых культур. И это те достижения, которые позволили России играть уже одну из ведущих ролей на этом важнейшем мировом рынке. Вносить свой вклад в увеличение глобальной продовольственной безопасности. Обсуждать все формы и тенденции на мировом рынке зерна призвал участников министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Попросил бы всех ценить время. Время особенно здесь на мировом зерновом форуме. И символически я хотел бы вместе с нашими почетными гостями нажать эту кнопку. Запустить время часов зернового мирового форума. Но кнопка не сработала и зерно осталось в символических часах неподвижным. Тем не менее движение на форуме продолжилось в самом энергичном режиме. Пленарным заседанием, на котором пошла речь о глобальных изменениях в этой сфере и возможностях. В различных аудиториях состоялись конференции, сессии. Все чаще говорили о выходе регионов на новые рынки зерна. Именно вот этот год для нас является показателем. Мы видим сегодня, какого качества зерно мы с вами получили. Да, мы получили много, но над качеством еще предстоит очень много работы. Госсорткомиссия как раз провела специальную конференцию о сортовом и посевном качестве. И здесь в лидерах Краснодарский край. Первое, это сохранить те темпы роста по производству зерна. Второе, это для того, чтобы на этом форуме найти наших клиентов, которые будут покупать это зерно. И самое главное, конечно же, дать возможность сегодня нашим сельхозтоваропроизводителям уже как можно меньше иметь посредников между конечным приобретателем зерна. И самое главное в этой части, мы должны развивать свою переработку, переработку того зерна, которое мы сейчас производим, чтобы потом эти продукты экспортировать. Мы идем впереди на 20-15 лет. Мы предлагаем производству то, что будет возделываться через 10-15 лет. У нас здесь в крае высококонтенсивная сорта зимой пшеницы, которая потенциальный урожай сейчас измеряется 12-13 тонн с гектара. В производстве мы получаем 6 тонн, что половина. Поднять КПД, заниматься так, как наука занимается, и получать нужно 10 тонн с гектара. Это будет выше мирового уровня. Хотя Кубань в этом году вышла на мировой уровень. Дейстенд Краснодарского края выглядел самым хлебосольным, а украсили его изделия сочинского хлебокомбината. Гелена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Руководитель сочинского предприятия первый получил сертификат доверия. Этот документ вручается в том случае, если соблюдаются все требования трудового законодательства. Те же, кто неформально устраивает на работу сотрудников, получают крупные штрафы. С начала этого года Государственной инспекцией труда Краснодарского края выявлены нарушения в работе 541 сочинской организации. Каждой назначены административные штрафы, общая сумма которых составила порядка 10 миллионов рублей. Проверки контрольных групп в этом направлении продолжаются, и каждый раз находятся нарушители. Предприниматели, у которых в ходе мониторинга были выявлены незаконно трудоустроенные работники, были приглашены на очередное, уже 24-е в этом году заседание межведомственной комиссии. Это предприятия строительной отрасли, транспортной сферы, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, а также организации по оказанию бытовых услуг. Штрафы административные и даже уголовная ответственность ждут всех недобросовестных работодателей. Но есть в Сочи и ответственные руководители. Директору сочинского предприятия магистральных электрических сетей Николаю Иванкову был вручен первый сертификат доверия. Этот документ означает абсолютное исполнение требований трудового законодательства. Такие сертификаты доверия, их уже получают крупные предприятия регионов, в том числе в Краснодарском крае, около 30 таких сертификатов получено. Для города Сочи это первый сертификат, и мы очень надеемся на то, что эта тенденция будет поддержана и другими предприятиями. Это их освобождает на пять лет, во-первых, от проверок гострутинспекции, и наоборот, гострутинспекция становится консультантом такого предприятия. Сочинцев призвали засучить рукава и выйти на субботник перед днем города. Несмотря на то, что торжества начинаются уже завтра, навести порядок никогда не поздно. Об этом глава Сочи заявил на встрече с жителями Центрального района. Какие еще вопросы Анатолий Пахомов обсудил с городским активом, расскажет Инга Габешия. Формула-1, чемпионат мира по бабслию, военные игры, Кубок конфедерации по футболу, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Всего порядка 200 мероприятий пройдет в Сочи в следующем году. По словам Анатолия Пахомова, курорт снова, как и в 2014-м, будет представлять всю Россию. А гостей нужно принимать не только радушно. Необходимо навести порядок. Субботники уже распланированы. Конечно, будут привлечены специалисты, однако и самим сочинцам. Не следует сидеть сложа руки. Прибрать свой подъезд или двор – прямая обязанность каждого горожанина. Сегодня многоквартирные жилые дома являются собственностью множества лиц, самих жителей. Но это ваша собственность. Земля под вашими дворами – это тоже ваша. Либо собственная земля, либо в аренде земля. А это значит, что за свои деньги жители должны через управляющую компанию, либо через ТСЖ, либо сами лично непосредственно, а это значит взять руки с субботниками и убирать. Либо каждый день убирать, либо по очереди убирать. Но убирать. Это ваша собственность. Правда, не всегда. Собственность радует сочинцев комфортом. Со своей проблемой главе города обратилась жительница дома по улице Воровского. Она и еще сотни людей, купивших квартиры в новостройке, не дождались выполнения обещания от застройщика. Мы проживаем в доме Воровского 41, достаточно новый дом. Мы когда покупали там квартиры, почему-то там была придомовая территория. А спустя какое-то время ее вообще не стало. Мы проходим там через черный вход, у нас там нет ни пандуса, ничего. Когда покупали, надо смотреть. Там это по документам, которые они получили от администрации города, там нет дворовой территории. Это, честно говоря, если бы был я мэром, вот этот бы дом никогда бы не был построен. Никогда. Там нет никакой территории. Там некуда машину припарковать. Там по красным линиям построен дом. Тот, кто от нас это делал, главный архитектор, он уже отсидел. Теперь получить придомовую территорию жители могут только через суд. Анатолий Пахомов подчеркнул, администрация окажет сочинцам поддержку. Затронули на встрече и социально острый вопрос. Родители школьников, напуганные историей, произошедшей недавно в Псковской области, попросили работников образования обратить внимание на психическое состояние детей, особенно подростков. Возможно, провести дополнительную работу с психологом. По словам начальника управления образования, в школах делают все возможное, чтобы оградить ребенка от негативной информации и возможной провокации, которая поступает в том числе через социальные сети. Во всех школах, на всех компьютерах стоят контент-фильтры. А вот вам, уважаемые родители, очень важно и очень нужно такие же контент-фильтры поставить на ваши домашние компьютеры. У детей есть гаджеты. Мы, естественно, заменить эти гаджеты на какие-то другие телефоны или другую аппаратуру не можем. Это в вашей власти. Также на встрече с жителями обсудили вопросы установки лосов и водоснабжения, и кронирования. По словам Анатолия Пахомова, разговор получился продуктивным и принято решение возобновить подобные мероприятия во всех районах курорта. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Жителям улицы Джапаридзе в селе Пластунка больше не понадобятся уголь и дрова. Там завершился монтаж газопровода. Через месяц около 300 семей могут подвезти трубу к центральной магистрали. А пока люди активно информируют, как правильно и быстро получить техусловия для подключения. Свободных мест в актовом зале нет. На встречу с представителями администрации Горгаза пришли жители села Пластунка. Говорят о самом долгожданном событии – подключении домов по улице Джапаридзе газовой магистрали. Как получить техусловия, мало кто знает. Всегда пользовались дровами и углем. Но сегодня такое топливо стало слишком дорогим удовольствием. Поэтому как можно внимательнее вслушиваются в рекомендации. В последний раз лет пять мы брали уголь. Он уже стоил 13-400. 5 тонн угля надо обязательно. 20-22, а сейчас уже 25, если не больше. Машина дров. И понимаете, сколько грязи, сколько копоти, сколько мы глотаем. Все буквально хотят газ. Все люди хотят. Новый газопровод был построен за счет городского бюджета. Накануне решением суда магистраль ввели в эксплуатацию. Через месяц документ вступит в силу. А пока селяне могут плотно заняться получением техусловий. В ходе обсуждения с представителями горгаза и департамента строительства людям подсказывают, как это сделать правильно. Возобновили этот проект. Смогли за последние три года буквально переделать и проект. Найти деньги муниципальные. Запланировать их и построить. Вот 15 километров газопровода на данный момент есть. Это практически 300 домовладений. В радиусе этого газопровода будет в итоге обеспечено газоснабжением. Тут уже все будет зависеть от людей, как они будут получать техусловия и подключаться уже непосредственно к трубе. К слову, история газопровода в селе Пластунка достаточно давняя. Еще 20 лет назад здесь начинали монтаж трубы. Но финансовые трудности тогда так и не позволили довести дело до конца. Времена изменились. И сегодня остаются считанные недели до того момента, когда в домах загорится голубой огонек. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочи определили мастеров своего дела. Итоги городского конкурса профессионального мастерства подвели в Зимнем театре. Художники, отельеры, инженеры, фермеры, учителя, врачи, спасатели, предприниматели, журналисты. Глава курорта Анатолий Пахомов наградил лучших в своем деле. Звание сочинским мастеру достоились 28 человек. Награда не первая. У меня есть грамоты. Когда-то вручал нам после проведения Олимпиады глава города. Но эта награда, наверное, особенная, поскольку связана с Днем города, подведением каких-то итогов за год. Конкурс профессионального мастерства – это своего рода способ еще раз сказать спасибо тем сочинцам, которые своим трудом внесли большой вклад в развитие родного города. Мы целый год делаем праздники для наших гостей многочисленных. И, конечно, те люди, которых мы сегодня чествовали, которых мы награждали медалями, те, которые стали лучшими по профессии, это те люди, которые создавали весь тот комфорт, и то удовольствие, и то гостеприимство, благодаря которому мы являемся круглогодичным курортом. Не достопримечательности, а именно люди – главное богатство Сочи. Потому в День города все почести и награды именно им. Сочи начинает отмечать День города. Завтра состоится парад районных казачьих обществ от Театральной площади по Курортному проспекту, улицам Паярка, Несебрская до площади Южного Мола. В связи с этим с 9 до 11 часов по маршруту будет приостановлено движение транспорта. Но поздравлять любимый город сочинцы начали уже сегодня. Причем не только словом, но и делом. Свой зеленый след знаменитые сочинские спортсмены оставили в Олимпийском парке. На улице Воскресенской они высадили целую аллею деревьев, первой из которых посадила сочинская гимнастка Ирина Аненкова. Это впервые, и очень приятно, что пригласили и дали такую возможность посадить свое дерево. Очень бы хотелось, чтобы оно прижилось, и потом показать своим детям. Несмотря на то, что экологическая акция посвящена Дню города, представители сочинской общественности своим примером призвали всех горожан заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Мы не стремимся сделать это как-то специфически подвести под какое-то спортивное направление. Это мы делаем исключительно для горожан, для гостей. Просто считается и подтверждается, что спортивная общественность города Сочи, она такая же активная, социальная, как и в принципе уже все сочинцы. С каждым годом спортсменов, именно спортсменов в городе Сочи становится все больше и больше. Результаты показываются все лучше и лучше. Сочи вообще для спортсменов город особый, олимпийский, поэтому и медаль здесь завоеванная для атлетов ценнее. Родина Урал, большую часть жизни провел в Сибири, выступал за Сибирь. Ну а Сочи год от года становится роднее и роднее. Тепло, солнце, море, свежие фрукты. Как бы, конечно, отпечаток очень приятный ставит. И сама зима, то есть вот этот пушистый снег, это солнечные дни, красота, но очень, конечно, здорово. Каждый год что-то меняется, к лучшему добавляется, совершенствуется. Приятно это очень видеть, динамичное развитие именно всего города в целом. Город кардинально поменялся, его просто не узнать. И мои знакомые, кто в свое время были здесь со мной на тренировочных сборах, кто в последнее время приезжает посмотреть олимпийский парк, олимпийские объекты, просто отдохнуть, они, конечно, вот мы ходим по тем местам, где когда-то проводили с командой, и они уже с трудом узнают эти места. Конечно, он изменился до неузнаваемости. Усталость тут рукой снимает и просто испытывает счастье и удовольствие и радость от того, что мы здесь живем и от того, что мы здесь, вот это все у нас есть. Это наш большой парк сказки, я считаю, для меня вот это вот так вот Сочи. И сегодня же с наступающим Днем города сочинцев поздравил глава города Анатолий Пахомов. Дорогие сочинцы, от всей души поздравляю вас с нашим главным общим праздником – Днем города Сочи. В последнее время мы научились дарить радость всем жителям России и миру. Спортивные и культурные события самого высокого уровня проходят в нашем городе круглый год. Но сегодня мы делаем праздник для себя, для тех, кто живет и трудится в любимом городе Сочи. День города – это торжество нашего единства. В эти дни мы чествуем наших самых активных и заслуженных горожан. Подводим итоги многогранной совместной работы, направленной на улучшение качества жизни людей в каждом дворе, улице, селе. Нам посчастливилось жить во времена больших перемен, которые случились благодаря нашему с вами совместному труду. Мы стремились сделать Сочи круглогодичным и самым процветающим в стране городом-курортом. И у нас получилось. Приближается зимний горнолыжный сезон и есть все основания полагать, что до конца года в Сочи отдохнут почти 6,5 миллионов туристов. А это абсолютный рекорд даже по советским меркам. Мы, сочинцы, достойно прошли через многие испытания и получили новый, современный и безопасный город с великолепной городской средой, развитой социальной инфраструктурой, замечательной экологией. Но чтобы все это сохранить и приумножить, мы должны продолжать работать вместе. Я благодарю каждого, кто считает Сочи своим родным домом и как настоящий хозяин стремится менять его к лучшему. Дорогие друзья, нас с вами ждет множество интересных мероприятий, посвященных Дню города. Я приглашаю вас стать их участниками. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви и радости, чтобы в ваших семьях всегда царили мир и гармония. Я очень хочу, чтобы Сочи и дальше процветал. А это, повторюсь, можно добиться только нашими общими усилиями. С праздником, дорогие сочинцы! С Днем города! С Днем города! Второго общероссийского слета народных университетов, предмет обсуждения которого – повышение качества жизни людей старшего поколения. Тамара Агаркова в Сочи представляет Сахалин. В столице полуострова она руководит народным университетом «Золотая осень». Опыт других стран, европейских стран, показывает, что люди, вышедшие члены пенсии, начинают вести очень активный образ жизни. Они начинают путешествовать, они заботятся о своем здоровье. То есть для них как раз это возраст счастья. Чем наши пенсионеры хуже? Ничем не хуже. От возраста до жития к возрасту счастья. Название мастер-класса одного из главных спикеров слета генерального директора санатория знаний Дмитрия Богданова уже второй год подряд становится главной идеей этого крупного форума. Уже давно пора уйти от развлечения пожилых к их вовлечению в общественную жизнь, в решение важных государственных задач. Ведь их опыт неоценим. Были изучены лучшие практики и мировые, и российские в работе со старшим поколением. Проанализировано законодательство. Специалисты, работающие в этой отрасли, обсудили самые актуальные проблемы. Что в итоге? Конечно же, родилось огромное количество предложений. Все они вошли в итоговую резолюцию четырехдневного форума. Это своеобразное обращение к власти, бизнесу и просто единомышленникам. Это опыт Сочи, Челябинской области по изданию специальной литературы для пожилых. Скажем, 10 шагов финансовой грамотности. Все спикеры форума – это профессионалы из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска и просто самые активные. Его участники на закрытии слета получили грамоты и благодарственные письма, а также подарки. Теперь накопленные на форуме опыт они будут распространять в своих регионах. Ну а итогами работы поделятся в следующем году уже на третьем слете народных университетов. Инга Кабеши, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагают широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». На двух этажах торговой площади представлены товары для дома и ремонта, декоративные штукатурки и краски, напольные покрытия, мебель, текстиль, сантехника и керамика. Ну а все новости уже на нашем сайте. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...